Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. Но еще Путин отнял Навального у вас. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за Полярным Кругом, в вечной зиме, Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся. И хотим жить по-другому. Все эти годы я была рядом с Алексеем. Выборы, митинги, домашний арест. Обыски, задержания, тюрьмы, отравления, снова митинги, аресты и снова тюрьма. Вот наша последняя с ним встреча в середине февраля 2022 года. Наша последняя фотография. Ровно через два года Путин его убьет. Все эти годы я была рядом с Алексеем. Я была счастлива быть рядом с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами. Потому что я знаю, что вы потеряли не меньше, чем я. Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток. А он не то, что не сдавался. Он все время поддерживал нас. Подбадривал, смеялся, шутил, воодушевлял. Ни на долю секунды не засомневался в том, за что он борется и ради чего страдает. Моего мужа было не сломить. И ровно поэтому Путин его и убил. Позорно, трусливо. Так и не решившись взглянуть ему в глаза или просто назвать его имя. И так же подло и трусливо они сейчас прячут его тело. Не показывают его матери. Не отдают. И жалко врут и выжидают. Когда там исчезнут следы очередного путинского новичка. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя, это продолжать бороться. Больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше. Алексей больше всего на свете любил Россию. Любил нашу страну, вас. Он верил в нас, в нашу силу, в наше будущее, в то, что мы достойны лучшего. Не на словах верил, а на деле. Настолько глубоко и искренне, что был готов отдать за это свою жизнь. И его огромной любви нам хватит, чтобы продолжить его дело. Настолько долго, насколько понадобится. Так же яростно и так же смело, как это делал Алексей. Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина. И она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность. Бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе. Россия свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж. Вот что нам нужно. Я хочу жить в такой России. Я хочу, чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить. Именно такую, какую ее представлял Алексей Навальный. Полную достоинства. Справедливости и любви. Только так и никак иначе. Немыслимая жертва, которую он принес, может стать не напрасной. Боритесь и не сдавайтесь. Я не боюсь. И вы ничего не бойтесь. Мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.